МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Ахтубинск ТВ информационный выпуск программы ныне. Коротко о главном. Наглядное воспитание. В Ахтубинских школах организованы привлекательные учебные пространства. Будьте внимательны на дорогах. С началом учебного года сотрудники госавтоинспекции призывают жителей пристальнее следить за детьми. Вечер отечественного кино. Ахтубинцы присоединились к ежегодной культурной акции. И обо всем подробнее. В школы Астраханской области поступают губернаторские парты. Инициатором проекта по обеспечению первоклассников удобной школьной мебелью стал глава региона Игорь Бабушкин. Сообщается, что все учреждения общего среднего образования получают новые парты и стулья с прошлого года. Проект продолжается и в текущем году. На закупку мебели из областного бюджета выделено 73 миллиона рублей. Она будет распределена между 255 школами Астрахани и районов области. К началу учебного года в школах появится 6559 комплектов парт и стульев. Их можно регулировать по высоте и углу наклона столешницы. Это создаст удобные условия для обучения детей в начальной школе в течение 4 лет. Также в классах установят свыше 500 современных учительских столов в дополнение к партам для учеников. Обновление школьной мебели в рамках данного проекта проходит и в образовательных учреждениях Ахтубинского района. Одна из школ, которая уже получила новые парты для учеников начальных классов – номер 4. Отметим, это не единственное нововведение, которое ожидает всех учащихся данного учреждения. 1 сентября на базе школы также откроется и новое пространство. Подробнее об этом в нашем следующем материале. Мотивирующая надпись и портрет Юрия Гагарина – все это специальное школьное пространство. Там по задумке ребята смогут узнать о детско-юношеских общественных проектах, достижениях страны и региона, а также возможностях будущего трудоустройства. Обязательные экспозиции, которые, к слову, со временем появятся во всех школах, включают в себя государственные символы России, а также должны рассказывать о важных проектах для детей и молодежи. К примеру, преподаватели 4-й школы остановили свой выбор на движении первых. Почему мы начали именно с этого? Потому что символом, лицом движения является Юрий Алексеевич Гагарин. А у нас такая проследилась историческая связь. Когда я была ученицей этой школы, у нас была пионерская дружина, она носила имя Гагарина. И так, чтобы связать нам и историю, и детей еще раз погрузить. У нас достаточно много детей, которые активно занимаются этой работой. Поэтому вот такая идея у нас появилась. Помогают педагогам с оформлением пространств инициативные группы. Сами ученики и их родители под руководством местного художника Дмитрия Лепчанского. Помимо рисунков и надписей на одной из стен появится флаг, герб и гимн России, а также специальный QR-код, перейдя по которому, можно будет узнать дополнительную информацию о движении первых. Совместно оформленное школьное пространство не единственное нововведение. В ближайшем кабинете истории также совсем скоро откроют парту героя Николая Васильева, уроженца Ахтубинска, погибшего в ходе специальной военной операции в январе текущего года. В планах у школы и модернизация пространства для начальных классов. В начальной школе мы планируем еще благоустроить одну стену, она будет посвящена у нас Орлятам России, тоже это движение, созданное специально для начальной школы. Мы разработаем проекты несколько, совместно с детьми, конечно, пустим голосование и выберем один из лучших образцов, которые мы затем воплотим в жизнь. Отметим школу номер 4. Не единственное место, где с началом учебного года появится новое пространство. Сегодня оно оформляется еще в трех образовательных учреждениях Ахтубинского района. К примеру, в школе номер 9 выбрана тематика «Россия – страна моя родная» в 11-й азбука школы. И в школе номер 6 – путешествия по городам России от Астрахани до Москвы. Пунктирами показана приблизительная дальность Москвы и города Астрахани и каким образом мы это расстояние преодолеваем. Между Москвой и Астрахани находится Волгоград, куда часто отправляется наша учащаяся на экскурсии Ахтубинск-Астрахань. На вот этих вот точках будут располагаться QR-коды, которые будут информировать о мероприятиях, которые проводились, путешествия наших школьников в данные города. Ксения Маслова, Татьяна Дубинина, Анатолий Калинкин. Ахтубинск-ТВ. И пока в некоторых образовательных учреждениях наблюдается обновление, в школе номер 1 оно немного затянулось. Недобросовестный подрядчик оставил организацию без забора. По информации руководства городской школы, новый забор должен был появиться к 1 сентября. На замену нового ограждения деньги были выделены из бюджета администрации Ахтубинского района, которая провела открытый конкурс на выполнение работ. По результатам аукциона победителем стала московская фирма, которая должна была установить новый забор до 30 августа. Но сроки подрядчик сорвал, уклоняясь от выполнения работ. Сообщается, что школа написала претензию подрядчику и в прокуратуру, а также обратилась за помощью в районное управление образования, администрации района и города, а также силовые структуры. В настоящее время в связи с частичным отсутствием ограждения в школе будет усилен пропускной режим, увеличено количество обходов территории школы и обеспечен круглосуточный мониторинг видеонаблюдения территории. Руководство школы просит отнестись к данным мерам с пониманием. И в продолжении школьной темы. Сегодня в Ахтубинске состоялась традиционная августовская педагогическая конференция. В ней приняли участие руководители образовательных организаций, учителя, воспитатели и почетные гости. В рамках конференции работникам учреждений из рук главы Ахтубинского района были вручены награды федерального и регионального уровней. Так, за добросовестный труд звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» были удостоены 7 человек. Тем временем, почетную грамоту Министерства образования и науки Астраханской области получили 6 работников данной сферы. У нас очень много мастодонтов, у нас очень много педагогов с огромным стажем, которые не потеряли свой пыл. И очень радостно, что это отмечают и на уровне региона, и на уровне федерации. У нас еще есть такие педагоги, и награждать мы будем всех, но все у нас идет постепенно, все у нас идет согласно нашим принятым положениям. После награждения августовская конференция продолжилась. Подробнее об этом расскажем в нашем следующем новостном выпуске. И продолжаем актуальную тему образования. В Ахтубинском районе в преддверии учебного года проходит ежегодная всероссийская акция «Собери ребенка в школу». В ее рамках ахтубинские школьники получают от инициативных жителей предприятий и коллективов организации школьной принадлежности. На днях в ней принял участие и глава Ахтубинского района Владимир Михет. Совместно с представителями одной из политических партий, а также специалистами Центра соцподдержки населения, они вручили юным ахтубинцам канцелярию и подарочные сертификаты на ее покупку. Об этом руководитель муниципалитета сообщил на своих страницах в социальных сетях. Он отметил, что совместными усилиями оказывается поддержка всем нуждающимся в такой помощи. В частности, ее получают и многодетные семьи. Идем далее. Мэр Ахтубинска проведет встречу с жителями. Об этом глава администрации города сообщил в своих социальных сетях. Встреча мэра Дмитрия Шубина с жителями города состоится завтра, 31 августа в 16.00 в городском Доме культуры Речников. Сообщается, что на ней будут присутствовать специалисты городской администрации, а также представители коммунальных служб города, которые смогут ответить на все волнующие жители вопросы. Отметим ранее, в Ахтубинске формат живых встреч власти с населением практиковали, но на смену ему пришли онлайн прямые линии. Последнее публичное общение мэра с жителями города посредством прямого эфира в социальной сети ВКонтакте состоялось год назад. Напомним, пост мэра Дмитрий Шубин занимает с сентября 2021 года. И продолжаем городские темы. Ахтубинский летчик-испытатель станет почетным гражданином города. Вопрос обсуждался в рамках 59-го заседания городского совета депутатов, которое состоялось на днях. На нем присутствовало 17 из 23 действующих народных избранников. В ходе тайного голосования депутатами единогласно принято решение о присвоении звания почетный гражданин города Ахтубинска Николаю Федоровичу Диордица. К почетному званию Ахтубинец представлен за достижение в испытаниях авиационной техники и вооружения, имеющих выдающийся результат для обеспечения безопасности Российской Федерации, и повышающих авторитет города Ахтубинска, а также многолетнюю благотворительную деятельность. Отмечается, что на заседании также была проведена работа по внесению изменений и дополнению в нормативно-правовые акты. Принято решение об установке памятных знаков на площади Победы и проведены внутренние изменения в работе совета. Буквально через несколько дней стартует новый учебный год. В этот период мы все чаще говорим о безопасности юных Ахтубинцев, тех, кто снова сядут за парты 1 сентября. О безопасности школьников на дорогах, а также детей в целом поговорим сегодня с нашим гостем, инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по Ахтубинскому району Ниной Проскуриной. Нина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что же нам сегодня говорит статистика? С начала 2023 года зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, при которых травмировано 10 детей и один ребенок погиб. Такая категория участников дорожного движения у нас травмируется на дороге, как дети-пешеходы. У нас в этом году зарегистрировано 2 таких дорожно-транспортных происшествия. Дети-пассажиры. У нас зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, при которых 4 детей получили травму различной степени тяжести и один ребенок погиб. Также дети-велосипедисты и участники дорожного движения, как управляющие мототранспортом. Таких дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано 3, при которых пострадало 4 ребенка. С началом учебного года хотелось бы, конечно, обратиться в первую очередь к родителям. Дети идут в школу, естественно, при походе в школу необходимо, чтобы у детей были при себе светоизвращающие элементы в одежде. Об этом мы говорили неоднократно, то есть там могут быть и наклейки, и значки, и игрушки, все что угодно, но ребенка должно быть видно на дороге. То же самое перевозка детей, то есть обязательно ребенок должен находиться до 7 лет, если перевозится в детском удерживающем устройстве, если после 7 лет, обязательно пристегнут на времену безопасности. Перевозить ребенка лучше всего на заднем сидении за водителем, это самое безопасное место. То есть во момент дорожно-транспортного происшествия, как показывает статистика и как показывает практика, водитель психологически выводит машину от себя. И, естественно, ребенок, который находится за водителем, получит меньше травм. То же самое дети-пешеходы. Дети-пешеходы у нас, да, естественно, сейчас дети после летних каникул, они более беспечные. Напоминать им, мы уже будем в процессе обучения правил дорожного движения, но опять же все зависит от родителей. Проведите перед началом учебного года профилактическую беседу со своими детьми о том, что как необходимо переходить дорогу, что перед пешеходным переходом нам необходимо в первую очередь подойти и остановиться, только после этого пересекать проезжающие дороги. То есть такие немаловажные моменты нужно проговорить с ребенком. Ну и, естественно, показывать правильный пример своим детям. Это относится к взрослым. Нина Ивановна, Вы вот упомянули, что в течение учебного года часто проводите профилактические мероприятия, да, с детьми, с родителями. Вот по Вашей практике, насколько они действенны? Я могу сказать, что с детьми это действенно. Ребенок чаще всего запоминает именно в игровой форме. Если я, конечно, приду к нему и буду в рамках законодательства, то есть бубнить себе под нос то, что написано в правилах дорожного движения, ребенок, конечно, не поймет. Естественно, мы проводим игровая форма, то есть и подделки, и рисунки. То есть дети усваивают очень хорошо материал. На данный момент, вот на сегодняшний день у нас проведено уже 194 мероприятия. Но со взрослыми тут немного уже сложнее. Естественно, взрослых волнует дорожное полотно, знаки и так далее, разметка. И не всегда взрослые вспоминают о том, что прежде всего необходимо самим соблюдать правила дорожного движения. Мы, взрослые, должны сами взять себя на контроль. И, естественно, самим уже необходимо соблюдать правила дорожного движения, так как это приписывает правила. Сейчас у нас перед наступлением, так скажем, холодной погоды, последние теплые деньки. И наши жители, гости Ахтубинского района продолжают ездить на мото- и велотранспорте. Вот касательно данных категории граждан. Как им нужно себя вести на дорогах? Соблюдение правил дорожного движения никто не отменял, скажем так. Я даже могу сказать, что буквально я приехала с другого региона. И для меня было удивительно, что водители велотранспорта двигаются не в общем потоке, то есть по краю проезжей части, а навстречу транспортному средству. И, естественно, было мне лестно, что наши граждане все-таки соблюдают предписанные правила дорожного движения. Но, однако, не всегда, особенно при переезде, проезжей части дороги по пешеходному переходу, у нас есть такие моменты, кто не спешивается. И в основном это касается взрослых. Дети, как я уже ранее говорила, они у нас более или менее дисциплинированы. Однако же родители продолжают покупать своим детям новомодные мотоциклы, мопеды. 27 числа произошло дорожно-транспортное происшествие в поселке Капустин-Ялар. Ребенок 16 лет, управляя мопедом, попал в дорожно-транспортное происшествие. Сразу могу сказать, вины ребенка нет. Ребенок был в мотошлеме. Мопед, управление которым не требуется водительское удостоверение категории М, то есть у него была экипировка. И однако же взрослый человек не уступил дорогу, мопеду, и произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ребенок оказался в больнице. Конечно, по данному факту сейчас проводится проверка. Однако же, опять же, обращаясь к взрослым, то, что необходимо все-таки смотреть по сторонам. Сейчас еще ездят у нас мотоциклисты, сезон не закрыт, и мы должны обращать внимание, то есть смотреть за зеркало заднего вида, дабы не случилось беды. Что ж, мы надеемся, что и пешеходы, и водители Ахтубинского района будут сознательны. Данная информация, конечно же, будет полезна нашим телезрителям. Нина Ивановна, благодарим вас за беседу. Спасибо. Данная информация информационных технологий и связи Астраханской области Роман Едыкин и генеральный директор Астраханского регионального канала Дарья Кутина. В рамках совещания были подведены промежуточные итоги работы районных редакций. За показатели прошлого и первое полугодие текущего годов было отмечено издание «Ахтубинская правда». За это время оно вошло в десятку самых цитируемых средств массовой информации в регионе, что для СМИ районного уровня является серьезным достижением. За успехи в работе и профессионализм была награждена директор муниципального унитарного предприятия «Типография» Ахтубинского района, а по совместительству и руководитель сетевого издания «Ахтубинская правда» Светлана Оландарева. Помимо подведения итогов на совещании были определены планы развития сетевых изданий. Переходим к теме культуры. В Ахтубинске состоялась традиционная «Ночь кино». В рамках культурной акции жители могли посмотреть три отечественных фильма. Показы проходили сразу на двух городских площадках. На одну из них побывала и наш корреспондент Илона Саакова. Возможность хорошо провести время с друзьями и близкими, посмотреть интересные фильмы, а главное поддержать отечественный кинематограф. Все это – всероссийская акция «Ночь кино», которая по традиции состоялась в Ахтубинске накануне нового учебного года. По словам организаторов, в рамках данной акции на протяжении шести лет жители города радуют только российскими премьерами. Так, в текущем году в кинотеатре «Победа» показали такие кассовые фильмы, как «Вызов», «Праведник» и «Чебурашка». К слову, добрую комедию также представили и на площадке в северном городке, прямо под открытым небом. Редко бывает такая возможность выйти, так еще и бесплатно, хорошие фильмы посмотреть, а первые в действительности хорошие, очень интересные. Главное, что это подрастающее поколение наше будет воспитываться на русских традициях. Российские фильмы, они патриотические, они все-таки и добрые, и душевные, поэтому необходимо нашим зрителям смотреть эти фильмы. Киносеанс завершился далеко за полночь, однако никого не оставило равнодушным. Ахтубинцы признаются, некоторые из этих фильмов они уже видели, но пришли посмотреть снова, так как они уже успели им полюбиться. Тем не менее, среди зрителей есть и те, кто киноленты видел впервые. Именно поэтому некоторые из горожан шли с особой целью – увидеть конкретную картину. Мы пришли на фильм «Вызов», посмотрели рекламу, сильно понравилось и решили прийти посмотреть фильм. Решили посмотреть фильм, который еще не увидели, не посмотрели. Я хочу «Праведника» посмотреть, ну а все остальное, что получится. Я бы тогда, конечно, посмотрела все, но не знаю, как у меня, как говорится. Ну да, сил хватит, потому что посидеть часов в семь – это тоже сложновато как-то. На «Вызов» мы пришли. Мы видели только трейлер, и то, это когда смотрели «Чебурашку», и как бы было интересно посмотреть. Ну, сказали, что будут снимать в космосе половину фильма, и это, конечно, будет интересно. Мы сейчас хотели посмотреть, да все три, потому что очень много положительных отзывов и по «Чебурашке». И «Праведник» очень новый фильм, но мы его еще не видели. Хотелось бы составить свое мнение, тем более, что он военный детектив. Ну и также, да, и также «Вызов». В этот день для участников акции «Ночь кино» в фойе кинотеатра также была представлена коллекция денежных знаков и выставка творческих работ воспитанников художественной школы. А для юных киноманов был организован мастер-класс по изготовлению пальчиковых кукол. Как говорится, занятие на любой вкус. Мы сегодня представляем выставку «Мир, открытый каждому». Она посвящена всероссийской акции «Ночь кино». И, конечно, здесь мы организовали интересные работы, которые представляем нашим зрителям, и показать, какие интересные работы рисуют наши дети. Илона Саакова, Татьяна Дубинина, Анатолий Калинкин. В этот же день в 18 часов в городском парке пройдет развлекательная программа «До свидания, лето, школа, здравствуй». Организаторы мероприятия, а это городской отдел культуры, обещают всем гостям праздника не только концерт, но и различные развлечения, а также розыгрыши. Отметим вход на оба мероприятия «Свободный». И в завершении выпуска сегодня вышел в свет новый номер газеты «Ахтубинская правда». Читайте в издании. Вода в никуда. Ахтубинцы жалуются на долгое устранение аварий на водопроводной сети. Стали гражданами России. В Ахтубинске состоялось торжественное вручение паспортов. Образование. В День знаний будет обеспечена безопасность жителей. Заслуженная награда. Летчик-испытатель станет почетным гражданином города. В память о строителях. В Ахтубинском районе открыли мемориальную доску. Всероссийская акция прошла успешно. Ахтубинцы посетили ночь кино. Газета «Ахтубинская правда» рада своим читателям не только на бумажном носителе. Сегодня прочесть все актуальные новости города, района и региона вы можете также в социальных сетях «Одноклассники». Вконтакте, Инстаграм, Телеграм, а также на сайте издания, которое сейчас вы видите на своих экранах. А у нас на этом все новости. Будьте в курсе событий. Вместе с Ахтубинск ТВ.